Сегодня я приехала первым на эти фронты. Что тебе больше всего понравилось сегодня? Занять. Только занять. Шестилетний Никита Галкин из Заволжья Нижегородской области стал самым маленьким участником состязаний. Он еще не ходит в школу, но уже мастерски управляет картам. Ему, так же, как и более старшим участникам, досадно, когда соревнования отменяют. Плюсовые отметки привели в негодность трассу в Подмосковье. Трек на автодроме «Адреналин» у деревни Ильинской под Череповцом оказался единственным пригодным для зимнего картинга в Центральной России. Трасса – огонь, организация – огонь, конкуренты – огонь. Конечно, чтобы все прошло гладко, пришлось постараться. Местные организаторы за очень короткое время сумели восстановить ледовое полотно для гонок. Две ночи перед выходными простояли с небольшим, но минусом. Пришлось хорошо потрудиться во внеурочное время. На соревнования в итоге приехали больше 50 гонщиков из разных городов. Ярославля, Костромы, Москвы, Гусь-Хрустального, Санкт-Петербурга, Рязани и так далее. Здесь сегодня даже на тумбочке постоят. Спортсмены отметили, что несмотря на экстренный перенос, уровень состязаний оказался на высоте. Мы провели такой труд за сутки, как говорят организаторы, за сутки они реанимировали всю трассу. И вот сейчас в условиях погодных там вообще нашей центральной России, там практически было сделано невозможно какие-то вещи. Трасса – огонь. Вы огромные молодцы. Вам огромное спасибо. Спасибо! Спасибо! Вы нам устроили очередной спортивный праздник! Спасибо! Для вас, ребят! Правда, в общекомандном зачете череповчане так и не попали на подиум. Из 11 наших спортсменов лишь один, 18-летний Иван Казаков, сумел стать призером. Он занял второе место в своем классе. Но отчаиваться картингисты не собираются и уже на следующем этапе, в начале марта, планируют отстоять высокие позиции у своих соперников. Елена Кириллова, Новости.